Наука и технологии. На телерадиоканале Страна.ФМ. Уникальная штука, все, что происходит вокруг тебя, и ты самый уникальный человек. Мы сейчас будем в этом разбираться как раз, в этом части. Смотри, вот к кому ты себя больше все-таки относишь? Мы вот анонсировали, сейчас Лера тоже сказала, московский музыкант, художник, создатель странно звучащих механизмов. Ты кто больше, музыкант, художник или создатель вот этих странно звучащих механизмов, с которыми мы пока еще не разобрались? Ну, я сам себя все-таки больше считаю художником, по крайней мере, в данный момент времени. Но с одной поправкой, что и создатель странно звучащих механизмов, и музыкант, все очень, на самом деле, вписывается хорошо и гармонично в такую общую концепцию быть художником, скажем так. Это состояние души. То есть, получается, это тот редкий случай, когда вот технарь уживается с гуманитарием, да? Все в одном лице. Ну, собственно, вот парадокс начинается уже с того, что я в рубрике, которая называется «Наука и технологии», да, если я не ошибаюсь? Да, абсолютно верно. Вот, при том, что я, в общем-то, художник, и здесь в этом, собственно, и кроется ответ, что большинство того, что я делаю, то, чем я занимаюсь, оно напрямую связано с технологиями и в определенной степени с наукой. То есть, если представить, как бы, художника, да, как человека, который рисует, значит, кистями и красками, пишет, то для меня, как бы, технологии и всевозможные методы создания электронных приборов, инженерии, да, создания мехатроники, они есть, в общем-то, эти кисти-краски. Есть мои инструменты, которыми я оперирую, создавая свои объекты. Слушай, а вот эти вот все приборы, да, один из которых у нас стоит, вот, друзья, кто нас смотрит, можете увидеть. Сейчас мы подробнее о нем, мы еще включать его уже будем, да, мы попробуем из него что-то выжить. На микроскоп, похоже. А ты их создаешь сам, без помощи других людей? Это абсолютно авторская твоя такая вот история. Ну, я бы сказал, что это в большой степени мое кредо, максимально, то есть, делай только то, что ты можешь делать сам. Вот, то есть, я всегда стараюсь создавать приборы максимально самостоятельно, насколько это возможно. Вот, ну, понятно, что я беру где-то детали, я беру где-то знания, поэтому, в конечном счете, все равно это опыт поколений, и, как бы, какие-то другие технологии, понятно, придуманы не мною, вот, но в большой степени это изобретательство, которое специально, аскетично сфокусировано на работе своими собственными руками и вот максимально сколько возможности сделать все самому. Слушай, а вот это, сейчас я вот хочу спросить, формулировка, которая нам с Лерой не дает покой с вчерашнего дня, буквально, когда мы знали о том, что ты к нам придешь, странно звучащие механики, это что вообще, это как? Ну, на самом деле, это в определенной степени такое ловко и лукавство с моей стороны, потому что вся эта практика моя выросла из создания музыкальных инструментов, вот, как акустических, так и электронных или совмещающих вообще какие-то совершенно непонятные вещи, но очень часто, когда я начинаю назвать это музыкальными инструментами, как они начинают звучать, ну, люди не воспринимают это так, потому что достаточно стандартное какое-то такое клише мышление о том, что музыкальный инструмент должен быть, как бы, гармоничен, играть какую-то мелодию, оно не работает в моей практике, вот. Я умышленно и осознанно вышел, как бы, за рамки, скажем так, тональной системы, и чтобы не возникало излишних каких-то диссонансов в коммуникации с людьми, я вот придумал такую смешную отчасти формулировку, вот, потому что, несмотря на то, что я сам считаю во многом то, что я делаю музыкальной практикой и созданием именно там, ну, часто это музыкальные объекты, даже если я на них не играю, а это какой-то робот, который издает какие-то звуки, он подчинен сложной концепции и идеи, которые, в общем-то, сродни композиторской деятельности, только я пишу не ноты, а, в общем, создаю какой-то прибор, который... Слушайте, как все это интересно, я надеюсь, что мы будем это все в процессе развивать и развивать. Обязательно. Если у вас есть вопросы, вы задавайте их в нашей группе vk.com.slashstran.fm прямо сейчас, а также в WhatsApp и Viber 8909-928-189,9. Напомним, что в гостях у нас Дмитрий Морозов, московский музыкант, художник, прежде всего, и создатель странно звучащих механизмов. А вернемся к разговору сразу после группы «Градус». Да, через три минуты. Кстати говоря, тоже сегодня здорово и великолепно, потому что удивительный человек у нас в гостях сегодня в нашей рубрике «Наука и технологии» Дмитрий Морозов, музыкант... Нет, наверное, все это по-другому. Художник, потом уже музыкант и создатель странно звучащих механизмов, и даже не звучащих, насколько я знаю, всяких разных странах интересных. Слушай, ну род деятельности у тебя потрясающий, да, он необычный, не каждый день, даже не каждый год встретишь такого человека, как ты. Давай рассказывай, с чего начиналось твое становление, как вот просто ты в один прекрасный момент стал двигаться к тому, чем ты занимаешься сейчас? Ну, наверное, будет достаточно банально и очевидно сказать, что многое идет из детства. Мне, в общем-то, всегда нравилось работать руками, мастерить, и примерно в одинаковой пропорции какая-то художественная деятельность, не знаю, там, от банальных рациональных кружков до какой-то технической. И, в общем, всегда очень любил, там, не знаю, авиацию, авиамодели, и всегда собирал их сам, и даже какие-то летающие, реактивные. В общем, все это было такой партизанской практикой детей 90-х, как бы завязанной на обязательных взрывах, как бы, и, в общем, чем-то совсем нелогичным. Слушай, вот чуть-чуть прям хотел спросить, а родители сыграли роль в твоем становлении? Они у тебя творческие люди? Да, я, в общем, могу абсолютно точно заявить, что все, чем я являюсь сейчас, в хорошем смысле, заложено родителями, или, по крайней мере, поддержано, и до сих пор продолжает быть поддержанным моими родителями, и за это я им очень благодарен. Вот, они всегда, как бы, любые творческие начинания очень одобряли и всевозможными способами, значит, культивировали во мне. Вот, и, конечно, в какой-то момент я увлекся радиоэлектроникой, что было, на самом деле, уже достаточно нетипично для детей, там, в середине 90-х, потому что это, скорее, такое увлечение из советского прошлого и стало немножко немодным, как бы, в какой-то момент. Вот, и какие-то азы еще в детстве у меня, в общем, посеялись в голове. Вот, но потом, конечно же, в подростковом возрасте пришла музыка, рок-н-ролл, играть на гитаре, это совершенно стандартная какая-то история, но, в конечном счете, я понял, что невозможно быть, как бы, абсолютно самостоятельным в этом смысле, что нужна команда, что нужно образование какое-то, и, в общем-то, огромное спасибо учителям, у которых я занимался, брал частные уроки по гитаре, которые, на самом деле, открыли мне мир в гораздо более сложную музыку, о которой я даже не представлял, вот, и когда ты начинаешь понимать это изнутри, как устроена математика музыки, ты погружаешься в это совсем с другой какой-то стороны, вот, и параллельно с этим уже в институте я учился на искусствоведа, то есть у меня теоретическое художественное образование, история мировой культуры, история всего искусства, вот, до современного времени, достаточно академическое, классическое образование, казалось бы, далеко от электронной музыки, тем более от каких-то странных приборов, но постепенно, годам к 20, все в голове сошлось, и тяга работать руками, и интерес к музыке, и теоретическая основа, и, в общем-то, контекст, как бы, существовавший в тот момент в мире, скажем так, ну, в художественном мире, он тоже очень сильно повлиял, как бы, становление медиаискусства, то есть искусство, которое используют новые медиа, не только, там, живопись или, там, скульптура, да, появилась, там, сначала фотография, потом видео-арт, использующее видео, потом, ну, вот, и робо-арт, и саунд-арт, и всевозможные подвиды и ответвления искусства, которые стали использовать совершенно другие средства трансляции, как бы, идей и, не знаю, ситуации, создания художественных образов посредством совсем иных методов, вот, и все это очень гармонично в голове и в руках, значит, замкнулось какой-то момент. Ребята, давайте мы прервемся не надолго, у нас впереди, кстати, есть несколько видео, которые демонстрируют все это, плюс ко всему, у нас замечательный прибор стоит, который мы будем обязательно включать в ближайшем времени. Скорее бы, скорее бы. Да, друзья, Дмитрий Морозов у нас в гостях, скоро мы снова с вами. Друзья, телерадиоканал «Страна.ФМ» продолжается наша каждодневая ежедневная программа наук и технологии. Дмитрий Морозов у нас в гостях художник, музыкант, создатель странно звучащих механизмов разных приборов, вообще удивительный, уникальный человек. И участник, и автор проекта «Втол». Давай расскажи, пожалуйста, что такое проект «Втол» в целом? Ну, на самом деле, участник я там единственный. Ну и что? Участник же участник. В любом случае. Просто на самом деле достаточно распространено, ну, среди художников в большинстве своими именем называются, вот. Но быть Дмитрием Морозовым достаточно накладно в этой стране, потому что здесь только депутатов, наверное, пять Дмитрия Морозова. Это правда, да. Вот. Это, ну, как бы, нас, наверное, сто тысяч или что-то в таком духе. И, с другой стороны, мне не хотелось вот создавать проект, который был бы именем меня. Вот. Мне понравилось, ну, как бы, изначально хотелось, так больше принято, наверное, в музыке делать, да, когда называют группу там или даже кто-то себе псевдоним какой-то придумывает, чем вот в деятельности художников, скажем так. Вот. Но для меня показалось это достаточно уместным. Вот. ФТО – это вообще авиационный термин, который расшифровывается с английского как Vertical Take-Off and Lending, что значит вертикальный взлет и посадка. Ух ты! Абсолютно, как бы, я не делаю дроны, как бы, пока, да. То есть он прямой какого-то конкретного значения не имеет. Ну, звучит как красиво. Звучит хорошо. Звучит ничего, да. И, в общем, на самом деле в каком-то абстрагированном смысле достаточно применителен к тому, чем я занимаюсь. Достаточно, как бы, резкие перепады от одного состояния к другому. Вот. Не в плохом смысле, конечно. Хороший. И чем занимается этот проект? Что он делает? Собственно, в большей степени я создаю арт-объекты. Это всевозможные роботизированные или интерактивные, или то и другое одновременно механизмы, которые на самом деле бесполезны с точки зрения, как бы, вот какой-то прагматической инженерии. И часто предельно абстрактны, но для меня это такая рефлексия, да, отражение, как бы, реальности, отражение того, как технологии все больше и больше окружают нас в повседневной жизни. И, причем, часто иронично, но никогда не со знаком минус. У меня никогда нету, как бы, желания что-то обличить или что-то, значит, выставить в дурном свете. Наоборот, это такое, в общем, роботы с человеческими повадками. Дим, слушай, у нас есть удивительная возможность. Мы можем сейчас посмотреть небольшой видеоролик. А твоей инсталляции? А твоя инсталляция? А ты о ней нам расскажешь как раз. Давайте поставим ролик и прямо сейчас посмотрим, а Дима нам расскажет, что там происходит. Потому что нам надо как совместить у нас и телевидение, и радио, и звук, и видео, все. Так, так, красота. Этот проект называется «Солярис», и я тут должен упомянуть еще двух авторов этого проекта. Юлю Боровую, Эдуарда Рахманова, двух моих соавторов, с которыми мы вместе делали этот проект. Его смысл в том, что это интерактивная инсталляция. Люди, посетители выставки могут самостоятельно, значит, с этим объектом обращаться. Он находится в единственной сейчас проходящей экспозиции политехнического музея в Москве. Политехнический музей сейчас закрыт на ремонт основное здание, и основная экспозиция на 26-м павильоне на ВДНХ находится. Смысл от объекта в том, что посетителю, скажем так, участнику проекта, любому соучастнику, одевается на голову электроэнцефалограф. Это прибор, который позволяет уловить мельчайшие колебания электрических потенциалов в нашей голове, которые, в общем-то, достаточно точно отображают состояние, ну, если не ума, то, по крайней мере, сознания. И то, какие области, например, наиболее сейчас задействованы. И, соответственно, это отражает, в общем-то, то, что мы сейчас делаем или думаем. Какая красота! Значит, эти команды, они компьютером, алгоритмом, который я создал, интерпретируются в движении огромного магнита, который, на самом деле, это большой робот-магнит, который установлен под таким резервуаром с двумя жидкостями, не смешивающимися между собой. Это феромагнитная жидкость и спирт. Они имеют очень разную плотность, соответственно, никогда не перемешиваются. И большой магнит манипулирует этой феромагнитной жидкостью. И так как я уже упоминал, проект называется «Солярис», это, в общем, такое отражение знаменитого романа Станислава Лема, который описывал, значит, фантастическую планету, на которой вся планета была живым океаном. Дима, а то, что мы сейчас видели, вот жидкость начинает двигаться, да, зеленая и темная, это вот силы мысли, да? Отражение мысли, да. Ну, в общем-то, как бы это ни звучало странно, это действительно, как бы, отражение мысли. Более того, еще и дистанционный, потому что электронисфор, который мы используем, он беспроводной. Слушайте, смотрите, смотрите, невероятно. Давайте прервемся вновь и продолжим наш интереснейший разговор. Очень скоро, друзья, будьте здесь, пожалуйста. Наука и технологии на телерадиоканале Страна.ФМ Потрясающий эфир на телерадиоканале Страна.ФМ. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Морозов, московский художник, музыкант, создатель странно звучащих механизмов, просто очаровательный мужчина, который рассказывает всякие интересные истории. Дима, у нас же еще один ролик, который мы приготовили, да? Ну, как там? Перед тем, как он пойдет, мы скажем, что на руке... Скажи сам об этом, на самом деле. Как это работает? Да, без проблем. Или, может быть, запустить сразу видео, чтобы было понятно? Можно запустить видео. Давайте запускать видео, и Дима будет комментировать по ходу уже. Будем смотреть и слушать. Все из первых уст узнаем прямо сейчас. Поехали, пожалуйста. У тебя же есть на руке, да, татуировка? Да-да-да, собственно. А, вот, собственно, и видео пошло. Татуировка, показанная на видео, она, ну, как бы, есть на теле. Было бы странно, если бы не было. Верим, мы видели. Да-да-да, все-все-все. Правда, есть. Она там есть. Вот. Этот проект называется... По-английски он называется Reading My Body. По-русски он звучит, как читая мое тело. Да. Вот, и это, на самом деле, скажем так, инструмент, который крепится мне на руку, подобно такому специальному, значит, роботизированному протезу, дополнение к моему телу. Значит, не замещение чего, какой-то функции, а, наоборот, ее расширение. Только протез в хорошем смысле, слава. В самом лучшем смысле. Вот, ну, я думаю, что все смыслы, на самом деле, значительно хорошие. Вот, и на нем есть специальная считывающая оптическая головка, которая ездит вдоль моей руки и превращает нанесенный рисунок, причем рисунок специально придуманный для этого проекта, превращает в звуки. Вот, плюс я могу дополнительно рукой шевелить, и установленный гироскоп, электронный гироскоп в механизме позволяет дополнять как-то экспрессию, значит, в звук какую-то вносить. Вот, но самое главное, концептуально, в этом проекте, это то, что, по сути, я с машиной объединен в один такой художественный комплекс. Вот, и проект вдохновлен, ну, всевозможными, конечно, научно-симфатистическими фильмами, причем, как бы, часто вот какая-то нанесенная татуировка, это был, ну, какой-то вот пропуск или пароль куда-то. И вот мне всегда казалось, ну, вот, странно, что до сих пор какие-то специальные отметки на теле, да, и мы не будем говорить про клеймение, да, про такое вот что-то негативное. А наоборот, вот неиспользованные в каком-то, ну, если не полезном, по крайней мере, интересном виде, вот, и я подумал, что это отличная, как бы, тема, чтобы попробовать. Я посмотрел, что никто, как ни странно, ничего похожего не делал. Ну, я такого не сначала никогда вообще. Я даже не знал, что такое существует, в принципе, в мире. Ну, я правильно понимаю, татуировка, она как штрих-код, да, то есть как считается? Она, да, похожа по своей идее на штрих-код, то есть это чередование чёрных и белых полос, вот, которые, ну, как бы, сам разработал, ну, набил не сам, как бы, набил у мастера, вот, и после этого, естественно, сразу же начал использовать это для выступления. Дима, скажи, а вот те звуки, которые мы сейчас слышим, это те самые звуки, да, вот, это оригинальное звучание? Да, да, это оригинальное звучание, но с той поправкой, что на самом деле то, что нанесено на руке, это, скажем так, некий исходный код, который может быть очень по-разному интерпретирован. Это скорее, значит, нанесённая информация о временных интервалах, когда что-то должно звучать или не должно, или происходить или не происходить. То есть это может и управление светом быть даже, хотя мне, конечно, интереснее всего, чтобы это был именно звук, чтобы это тут, она немножко на скрипочку похожа, вот, и суть такова, что я сижу на сцене, прибор ездит вдоль моей руки, я могу ничего не делать, вот, а концерт это происходит, и, в общем-то, я и выступаю, но и робот без меня не может, вот, и получается, что мы в определённом симбиозе находимся, в таком кибернетическом, вот, я понимаю, что это может звучать, я имею в виду, само звучание прибора может быть не совсем, как бы, гармоничным для многих. Не, у меня сейчас было полное ощущение, что я попал вообще в четвёртое измерение. Было интересно. Ну, это было очень странное чувство. Такова специфика, как бы, того, чем я стараюсь заниматься, ну, такая, в общем, попытка заглянуть, если они в будущее, то, по крайней мере, максимально нестандартное настоящее на всех измерениях, как бы, как технических, так и художественных, ну, и, естественно, музыкальных. Слушай, а если посмотреть вот на эту вещь, которую мы сейчас видели и слышали, и ты про неё рассказывал, если бы, ну, вот сейчас ты встал вдруг в первую очередь не художником, а научным человеком? Как это называется? Учёным? Учёным, конечно, учёным. Какое практическое применение в будущем могла бы вот эта технология, вот, как бы она могла отработать вообще? На благо человечества, примерно? Не думал об этом никогда? Если не думал, то и ладно. Ну, как ни странно, так случилось именно с этой работой, что она, наверное, наиболее рассаражированная из всех моих произведений, хотя это достаточно старая работа, ей уже больше трёх лет. С тех пор я создал, ну, очень-очень много других разных объектов, вот, но до сих пор я могу сказать, что это одна из тех работ, которая, ну, попала даже, скажем так, если не в научную, то в научно-популярную какую-то прессу, вот. И если говорить конкретно об этой технологии, возможно, она не имеет какой-то, вот, я имею в виду непосредственно моя научной, значит, выгоды, но если говорить о ней как о чём-то, что может вдохновить в дальнейшем на какие-то создания носимой электроники, на создание приборов, которые взаимодействуют с кожей на каком-то очень глубоком уровне, это и медицина, это и отслеживание, ну, например, отслеживание состояния, вот. Или, значит, какая-то, ну, конечно, эстетика, да, то есть это может быть какое-то украшение, которое глубже интегрировано в тело, чем просто что-то висящее, например, на шее, на цепочке. Слушай, мне кажется, прям такое может произойти, мне кажется, лет через 10-15, когда будет революция очередная в науке, и скажут учёные, ребята, это не мы на самом деле, это вот... Дмитрий Морозов. 15 лет назад Дима Морозов ещё изобрёл такую штуку, а вот мы, собственно, оттуда вдохновение и черпали, и теперь вот изобрели вот что. Ну, есть ещё один, если у меня секунда, да, есть ещё... У нас есть 20 секундчик буквально. 20 секунд, ещё это, конечно же, интерфейсы, то есть это способы коммуникации с алгоритмами, с компьютером, возможно, это будет намного удобнее, если у тебя будет робот вдоль руки ездить, чем сейчас мы, там, тыкаем в мышку, и вот, или, ну, у меня на эту тему есть множество работ, которые, так или иначе, очень необычным образом взаимодействуют с телом. А роботы нас не захватят таким образом, нет? Хороший вопрос. Вера, неожиданно, сейчас было, конечно, очень... На этом вопросе, на который можно не отвечать, мне кажется. Ну что? Ну ладно. Дим, мы не прощаемся, будем ещё разговаривать. Сегодня время у нас есть. Вернёмся, друзья, в эфир к вам. Совсем скоро у нас небольшой перерыв. Смотрите и слушайте телерадиоканал «Страна.ФМ». И продолжается наш потрясающе интересный эфир вместе с Дмитрием Морозовым, московским художником, музыкантом, создателем странно звучащих механизмов. И один механизм он сегодня принёс с собой. Будет ли он звучать? Будет ли он что-то излучать? Мы сейчас узнаем, потому что, ну, непосредственно Дмитрий продемонстрирует все его возможности в эфире. Сейчас, секундочку, ребят, я хотел сказать, кто нас слушает, но не смотрит, срочно включать, потому что это надо не только слышать, но и видеть. Сейчас Дмитрий продемонстрирует всё в кадре, что он называется. «Страна.ФМ», там идёт наше вещание, ну и, конечно же, 742-я кнопка, Триколор ТВ и приложение для ваших мобильных телефонов. Абсолютно, в любом гардике катайте, катайте. Скачайте приложение и смотрите прямо сейчас. Дмитрий, что это такое рядом с тобой, как это называется, для чего вообще и как возникла идея всё это создать, рассказывай, нам очень интересно. Ну, я бы назвал этот прибор таким вот гибридом отчасти какого-то звукового объекта с поэтической машиной автоматической и одновременно кинетическим объектом, потому что у него есть какое-то движение, вот. И всё это вместе в такой вот коктейль замешано. На самом деле, это один из таких проектов, на которые я трачу обычно, ну, что-то вроде одного или двух дней максимум, то есть от идеи до полной реализации. Вот это два дня? Обычно, да, вот такой проект занимает два дня работы, от первого винта до программирования, но, опять же, для меня это как бы типичная деятельность, да, это моя работа, делать объекты для выставок, для каких-то, в общем, проектов, где это может быть продемонстрировано, кому это интересно, вот. Вот, поэтому это, в общем, для меня поток такой, я бы не сказал, поточная работа, просто поток. И этот прибор называется балабол, вот, неспроста. Во-первых, потому что он действительно, значит, болтает полную ерунду и высвечивает её на экране, правда, а не произносят. Вот, а во-вторых, потому что в слове балабол, и я не знаю, одно ли это слово вообще, значит, зашифровано английское слово бол, и у этого прибора действительно есть шарик, значит, маленький шарик, который находится в трубке, и от динамика, который установлен в этой же трубе, этот шарик начинает прыгать, потому что энергия звука, да, ну, механическая, значит, сила колебания, мембраны, динамика заставляет, значит, шарик подпрыгивать, и он ударяется в специальный сенсор, который этот удар фиксирует, вот, и более того, алгоритм всего прибора измеряет временные интервалы между ударами шариков, которые являются своего рода случайными числами, вот, хотя они и подчинены, в общем, множеству каких-то физических законов, и частота звука тоже, как бы, может быть измерена, но множество каких-то параметров, в общем, приводит к тому, что эти удары достаточно случайны, и более того, сила ударов тоже разная, и всё это влияет на то, какое именно будет слово высвечено после ударов на экране. Дима, мы можем Чудо-машину прямо сейчас взять запустить? То есть это как гадалка, да, вот узнаем, что нам хочет сейчас сказать балабол. Да. Ты, кстати, Валерий, можешь загадывать желание сейчас и читать текст, который будет возникать. Загадываю, а я мне не видна. Если не боитесь. Мне не видно, давай. Я не боюсь. Ты не боишься, ты боишься. Специфика того микро-микрокомпьютера, который ты использовал, в том, что я использовал английские слова здесь, и с ними было немножко проще работать не только в плане программирования, в плане стыковки слов между собой, вследствие пластичности английского языка в работе вот с такими случайными текстовыми генераторами. Ну, я думаю, там не самые сложные английские слова. Всякие. Все, которые я не знаю, как бы. А, ну, давайте. Лера, давай, смотри, внимание. Я английский вообще не знаю. Желание, я не буду. Итак. Ага. Вот кто нас слушает, Дмитрий сейчас демонстрирует, как работает балабо. А что он пишет? Вот этот прибор. Оф, он. Пытаюсь разобрать слова, которые там. Дим, что пишет? Ю. Ты. Ада. Ада. Другие, да. А. Лав. Любой. Любой тебя ждет, Валерия. Видишь, если ты сказал желание. И инклю... Включена. Включена, да. Любовь включена, Валерия. Видишь, у тебя включена любовь. Все хорошо. Ран, бежать. Куда? Когда включится любовь, беги. Беги просто. И... Не знаю. Ага. Ну, соответственно, я могу менять частоту, и то, с какой частотой будут являться новые слова, будет тоже меняться. Ребята, это работает на самом деле вообще. Это удивительно. Конечно. И все от шарика. Любой, беги, все хорошо. Слушай, Дим, ну понятно, в общем. Какой можно сделать вывод, Валерия? Валерия, надо бежать от любви. Если ты ощутила любовь вновь вдруг, то беги, конечно. Беги. И не останавливайся никогда. Я поняла вас. Спасибо. Ну, к любви, конечно, надо бежать. К любви. Вот, тоже можно трактовать по-разному. Смотреть, на самом деле. Ну что, мы прервемся ненадолго, наверное, вновь, да? Сейчас. Дмитрий Морозов. Музыкант, художник, создатель удивительных механизмов и приборов. У нас в гостях. Мы к вам вернемся, друзья, совсем скоро. Друзья, ну вот у нас практически ближайшие в предыдущие 40 минут мозг-то перевернулся окончательно. Абсолютно. В другую сторону совершенно. В хорошем смысле этого слова, естественно. Мы узнали много нового, мы продолжаем узнавать благодаря Дмитрию Морозову, музыканту, художнику, создателю удивительных механизмов и приборов, которые у нас сегодня в гостях. Дим, продолжай. Дим, вот хочу задать тебе вопрос. Вот эти механизмы, понятно, что инсталляции, выставки, но вот помимо музеев, так же ведь тоже? Вот, например, я захочу, чтобы ты пришел, грубо говоря, не знаю, на какое-то мероприятие и всех нас поразил. Это возможно вообще? Ну, на самом деле, я стараюсь практиковать как можно более широкий подход к, скажем так, взаимодействию с моими объектами, потому что, конечно же, ограничиваться только музеями или просто какой-то художественным сообществом достаточно сложно, хотя это очень важный диалог, но я считаю, что искусство должно выходить за пределы узких каких-либо таких вот групп. К тому же я стараюсь всегда делать достаточно, ну, хоть и странными, но доступными для понимания своей работы. Всегда их сопровождаю аннотацией, стараюсь документировать, то есть создаю видео, которые выкладываю себе на сайт и всячески, в общем, шерю то, что я делаю, чтобы это было понятно и доступно. Но, как ни странно, у меня есть ряд очень интересных примеров взаимодействия, например, с компаниями, которые занимаются как-то теми или иными технологиями, которым интересен вот такой альтернативный взгляд даже на то, что они сами делают, или, например, на то, что делают их сотрудники, потому что часто какая-то сложная инженерная деятельность, хотя она и предельно творческая, но все равно фокусирует на каком-то одном вот аспекте, может быть, технологии или того производства, которым занимаются. А тут вдруг вроде бы все то же самое, да, те же самые какие-то электромоторы, что-то светится, звучит, двигается, но при этом делает, ну, что-то предельно, скажем, диаметрально противоположное, вот, по своему смыслу. И у меня вот есть ряд интересных примеров, когда меня звали, например, делать мастер-классы или даже создавать вместе с сотрудниками или с какими-то, более того, ученые, ну, скажем так, если они сами заинтересованы, то, по крайней мере, бывают очень интересные коллаборации, потому что я ни в коем случае не претендую, как бы, ни на звание ни инженера, ни ученого. А зря, а! Ну, все же... Все впереди еще. Нет, ну, это совсем другая специфика деятельности, но очень много пересечений, и такой вот альтернативный взгляд часто бывает востребован и со стороны научных институтов. Дима, у нас минуточка остается буквально. Расскажи, где тебя искать, где... У тебя куча роликов уже совершенно обалденных просто. Да, у меня есть свой веб-сайт, на котором, ну, есть большая часть моих проектов, которые созданы за последние годы, сайт называется, собственно, названием моих проектов тол или VTOL, латинскими буквами, точка CC, две буквы S. И там есть и видео, есть какие-то анонсы, которые выкладывают в будущих выставок, и в ближайшее время в Государственном Центре современного искусства в Москве, который чаще называют ГЦЦИ просто сокращенно, стартует очень большая выставочная программа, которая будет несколько лет длиться, она называется Техне, и в рамках которой я буду делать и воркшопы. На сайте будет информация у тебя? На сайте будет информация, да, и в ВКонтакте, и в Фейсбуке обязательно я... У нас здесь секундочка остается. Ох, время пролетело. Почему так быстро все происходит? Дим, большое тебе спасибо. Спасибо огромное. Дмитрий Мороз был у нас в гостях, удивительный, уникальный человек. Приходи еще, пожалуйста. Приходи еще обязательно. С удовольствием. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok